Привет, я Аня, а это мои собачки Чихуа Софи и Эйбан. Подпишись на канал и поставь лайк. А еще, как только это видео выходит на канале, мама отвечает на вопросы в комментариях, так что не опаздывайте. И возможно, скоро в нашей собачьей семье будет пополнение. Нет, не в деревне, где все собачки, а я куплю себе щеночка. Мам, че, правда, что ли щенок будет у нас? Да. Пока что возможности купить щенка крупной собаки у меня нет, потому что дом еще не достроен. И это, скорее всего, будет снова Чихуахуа. Ну, люблю я Чихов, что поделаешь. И это будет не обязательно совсем скоро, потому что я пока еще в поиске, и к этому нужно заранее готовиться. И поэтому это может занять даже несколько месяцев. Хотите щеночка себе? Да, если честно, нет. Эйбан любит щеночков, а Софи нет. Да, мои детки. Давайте. Как вы знаете, Эйбана и Софи я не покупала сама. Я их не выбирала, мне их подарили, поэтому с покупкой щенка я столкнулась впервые в жизни. И это для меня на самом деле новый опыт. Почему в одном случае щенки стоят 100 тысяч рублей, а иногда даже тысячи долларов, а в другом случае 5 тысяч рублей? В общем, я звонила в питомники, общалась с заботчиками, с разными специалистами, со своими знакомыми собачниками. И сделала некоторые выводы. И решила вам рассказать, потому что подумала, что вам тоже, как и мне, это будет интересно. Предположим, что средняя цена щенка вашей породы 30 тысяч рублей. Ну, у всех пород по-разному, у кого-то 20 тысяч, у кого-то 50, у кого-то 70. Зависит от породы. Но вот у чихов, как я поняла, если есть щенки за 100 тысяч и даже больше, и за 5 тысяч, то такая средняя породная цена 30-50 тысяч. Ну вот, для примера, пойдем на тот же самый Авито. И если мы находим там щенка этой породы за 50 тысяч и более, за 100, 200, 140, там есть разные цены. Это, скорее всего, значит несколько вещей. Оба родителя, скорее всего, какие-нибудь неоднократные чемпионы. Папа и мама либо приехали из-за границы, кто-то из них приехал, или оба, либо они оба или кто-то из них вязались за границей. В смысле, делали детей. Или же это какой-нибудь эксклюзив, необычный окрас, или это последние щенки от собачки, которая уже состарилась и у нее больше не будет щенков. Я сейчас говорю не только о чихуа, а вообще, в принципе. И, конечно же, дорогой щенок будет качественным, с родословной, со всеми документами. То есть, это будет реально хороший щенок от крутых породистых родителей, из проверенного места, ну, из питомника, а не просто от какой-то тети. И эта цена, можно сказать, обоснована. Чаще всего такие щенки для выставок, то есть, они будущие чемпионы, или для разведения иметь от них щенков. Ну и бывают такие ситуации, когда заводчик просто завышает цену, потому что он хороший продавец и умеет продать своих щенков дорого. К сожалению, такое тоже встречается. Моя собака! Но если вам нужен просто здоровый породистый щенок с документами, без каких-то там суперродословных или из-за границ, то вы, конечно же, можете купить его дешевле, но, как я поняла, не ниже средней цены на вашу породу. София, не грызи пчелку, пожалуйста! Потому что в обоих случаях, когда щенок стоит либо 100 тысяч и выше, либо не ниже средней цены, есть какая-то гарантия, что он будет здоров, потому что он рос в хороших условиях, а на это требуются деньги. Его хорошо и правильно кормили, давали витамины. У него не будет глистов и блок и других паразитов, потому что обо всем этом уже должен был позаботиться заводчик. Выглядеть, это важно, и вести себя, это тоже важно. Он будет, скорее всего, как его папа и мама, бабушка и дедушка, прадедушка и прабабушка, потому что у него будет настоящее, долгое, родословное, и, скорее всего, многие его родственники чемпионы. Держите. С щенком играли, общались, давали ему общаться и играть с другими собаками и людьми, что называется социализация. А это чаще всего гарантия того, что у щенка будет в будущем нормальная психика, то есть он не будет злым, агрессивным или, наоборот, всего бояться. А также у такого щенка обязательно будут документы, щенячья карточка, видпаспорт, чип или клеймо. И что очень важно, мне кажется, будет возможность общаться с заводчиком, который поможет задать ему все вопросы и общаться с ним уже впоследствии, в будущем, когда щенок будет расти. А скажите, пожалуйста, вот у вас указана цена 85 тысяч, это цена за эту девочку, да? Да. А почему так дорого, можно спросить? Ну, на подход в разведение, она без брака, без недостатков. Вес такой хороший, и по экстремьеру все хорошо, и по зубам полнозубая, и родничка практически нет. Из питомника именно, с документами со всеми, да? Конечно, прямо у меня приедет, у нас родители живут, и как бы все как положено. А так как сегодня речь о дешево и дорого, что же с щенками за 5 тысяч рублей и дешевле? Я смотрела фотки и не особо отличала щенков за дорого и дешево, и даже не понимала разницу, но потом я задумалась. Насколько мало нужно вложить в щенка, чтобы потом продать его за 5 тысяч рублей? Ну, вы сами только подумайте. Все эти корма, прививки, витамины, документы, это все стоит денег. Тогда они что, на нем даже не заработали, наоборот, только потратились? Зачем тогда они вообще продают щенков? Так что, такой щенок, скорее всего, будет не из питомника, без родословной, поэтому вы никогда не узнаете, кем были его родители. Может быть, он вообще помесь разных пород. Возможно, что у него даже не будет видпаспорта. Если же у него есть все документы, и такое часто встречается на Авито, что они пишут, что документы все есть, то это очень хорошо. Но тут опять возникает вопрос, что это не факт, что это его фотка на Авито, и, может быть, продавец просто хочет вас заманить в свои сети, а потом уже вам продать другого совершенно щенка. Или когда пишут, что есть все документы, возможно, даже, что они поддельные. Ты уже съел свою вкусняшку? Как так быстро? Также, скорее всего, такой щенок будет иметь слабое здоровье в будущем. Вам, конечно, сейчас и напишут, и скажут, что он здоровенький. Сейчас-то да. Но сами подумайте, чем кормят щенков, которых продают за 5000 рублей? Думаете, холистик кормами, которые стоят дороже, чем этот щенок? Нет, к сожалению, чаще всего их плохо кормят, а от этого очень сильно портится здоровье какими-нибудь макаронами, кашами и дешевыми кормами. Никакие витамины, никакой кальций, им не выводят чаще всего глистов, паразитов и блох. И живут они не в самых подходящих условиях для щенков. А это уже значит, что вам предстоит в будущем постоянно тратить деньги на врачей, на лечение. И наши 5000 в скором времени превратятся в гораздо большие деньги. Насчет социализации, может быть, вообще щенок все свое детство провел в вольере, или того хуже, в клетке, в одиночестве, в одиночке. И это 100% негативно скажется на его характере и психике. Конечно, разглядывая фоточки, и даже если они настоящие, а не чужие, что я вижу? Я вижу милоту! Все щеночки в детстве очень милые. И тут уже не важно, какой породы, чьи это щенки. Но, к сожалению, за 5000 рублей нет никакой гарантии, что ваш щенок, когда вырастет, будет выглядеть и вести себя как настоящая собака этой породы. Вот потом и получаются такие ситуации. Покупали чихо, а получили помесь с той терьера с таксой. Уши не стоят, блохи, глисты, питомничий кашель. И вообще собака как-то странно себя ведет. У вас написано цена 5500. Это цена настоящая? Да, настоящая. У них документы все есть? Если бы я продакуила, они только 30 тысяч. А вы не заводчики, вы не питомник, да? А выставлять их нельзя будет, получается, да? Нет, конечно. У них прививки, там все сделано? Нет, у них... Прививки нужно будет, если что, самим нам сделать, да? Да, ну вы будете забирать, там... Но, конечно, в любых правилах есть исключения. И может случиться такое, что из дорогого щеночка вырастет больной, некрасивый и не очень нормальный песик. А дешевый щенок будет, наоборот, здоровым, красивым и адекватным. Но это бывает очень редко. Поэтому будьте очень внимательны, когда вы покупаете щенка, неважно за какую цену. Посмотрите обязательно софишки на видео о том, как выбрать щенка. Там основные правила. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. А так как я теперь сама планирую щеночка, конечно же, мы в будущем снимем видео о том, как не быть обманутым. Что спросить у заводчика, как выбрать, как подготовиться к приезду и так далее. Кто это такие? Ой, это же наши мураши, мам. Да, мам, что ты спрашиваешь? Кто здесь живет? Да, мураши, мам. Мураши, это дом. Вы последнее время в комментариях меня очень часто спрашиваете про муравьиную ферму. Я, конечно же, ее скоро покажу. Я обещаю. Просто мы делаем столько роликов, что я не успеваю. И я их потихоньку еще и снимаю. Муравьи все живы и здоровы. Они плодятся тут, работают. Не спят вообще, по-моему. Вот, это мы хотели вам сказать. А вы не забывайте подписываться на наши соцсети, вступать в наши группы ВКонтакте, подписываться на наш Инстаграм. А еще сегодня на моем канале Анимэджик тоже вышло видео дешево-дорого. Только я пробовала там дешевые дорогие чипсы. И даже проверила, какие из них на свой супер-нюх выберут София Иван. Теперь, посмотрев это видео, идите и смотрите то видео. Ссылочку я оставлю в своем комментарии внизу к этому видео. Мы вас любим. Спасибо большое, что вы с нами. Пока! А если хочешь еще телефонных пранков и проверок заводчиков и всяких объявлений с авито, ставь лайк этому видео. А если досмотрел это видео до конца, ты молодец. Напиши первым в комментариях хэштег щенок и получишь от нас в будущем видео маленький сюрприз. Ну что, Софи, пошли щенка искать. Как тебе это? Прикольная сестра будет. Может, все-таки мальчик? Вот этот? О, этот еще такой. А вы жмите на кругляшки и смотрите еще ролики. Да, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова